Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Besiege и лазя вконтакте, там у меня обновились новости, и там я увидел чудо, можно сказать, я увидел очень интересный механизм, созданный в игре Besiege. Это гусеницы, это вообще танк, это гусеничное движение, то есть я решил это повторить, это не моя идея, это не я придумал, я просто это повторил, но когда я занялся, вот просто восстанавливая по картинке, у меня сразу возникла проблема, давайте я вам покажу. Вот так вот выглядят гусеницы, вот в принципе, да, то есть если даже отпустить, а это не рабочая конструкция, это исключительно просто я собрал гусеницы. И проблема у меня сразу, знаете, какая возникла, это так, что при, когда мы, допустим, хотим соединить гусеницу, это делается примерно вот так вот, то есть мы выставляем какой-то уровень, ну, отдаление или как вы хотите, как вам удобней, как вы хотите, насколько у вас должна быть вот эта вот гусеница отдалена, так сказать, от центральной части. И на шарнирах, в принципе, мы и собираем эти гусеницы, то есть вот так вот к друг дружке ставим, и здесь все понятно, так как бы здесь понятно, но вся проблема была это, вот это соединение. Вот это соединение, потому что гусеницы именно вот таким вот образом и выглядят, то есть вот этот блок, вот этот, вот этот блок, он и будет именно таким вот буквой Г торчать, и плавности дохода не будет. Это вообще, на самом деле, вот с этим я и столкнулся, это была проблема, и решение этой проблемы пришлось искать в интернете, потому что я бы в жизни до этого не додумался, то есть я бы просто вот хоть вот третнете, я даже, наверное, я признаю, что в этом плане я тупой, и вот я бы этого не придумал. Как видите, вот здесь именно в соединениях есть, в соединениях буквы Г так сходится, то есть здесь все работает. Если показать рабочий трактор, вот примерная рабочая конструкция, то есть в данном случае это именно как бы... Вы все видите. Единственное, что здесь не доработка, здесь движущийся механизм, они в центре стоят, поэтому когда я пытаюсь заехать куда-то, у меня возникает проблема. Это еще дорабатывать нужно, это всего лишь шаблон, то есть у меня прям кровь из носа было сделать именно работающий механизм, который двигался бы, то есть вперед-назад. Вот мне больше пока что мне не нужно, то есть вот оно все двигается, все ездит, все нормально, то есть, ну, единственное, что вот то, что в центре шестеренки проседают, ну, как бы гусеница проседает, и я не могу двигаться уже. Ну, как видите, просто шестеренки не цепляются, мощности не хватает, и все. Боковые здесь колеса просто. Если бы изначально как буквой Г, как вот соединение, то здесь бы просто рвалось бы, и все. Давайте я покажу, как это все работает, потому что я повторяю видео уже других людей, неважно, я просто, я хочу это повторить, потому что до чего дошла игра, это просто... Точнее, что придумали в игре, я вообще в шоке на самом деле. Так, давайте новые создадим быстренько. Так, к примеру, так, так, и давайте поехали. То есть у нас, к примеру, вот такая вот гусеница будет, вот здесь вот у нас будут шасси, к примеру, ну, где-нибудь вот так вот. Так, предположим, ставим как-нибудь так, так, все, нормально, готов. То есть мы определились с расстоянием, и теперь закруглить. Как же вот закруглить и правильно закруглить? Мы делаем быстренькую, быстренькую надстройку здесь, и... И вся фишка в том, что я этого просто не знал, и придумать этого бы в жизни не смог, и догадаться тоже до этого бы не смог. Смотрите, когда мы вот так вот ставим колесо, то здесь остается не квадрат целый, а вот такая вот маленькая щель, когда мы убираем. Собственно говоря, это нам и помогает соединение сделать правильным, как нам нужно. То есть теперь мы ставим вот здесь вот колесо, и на это колесо уже ставим шарнир. Вот таким вот образом убираем все лишнее. Пак-пак, все, вот вам соединение правильное, нужное, как оно подходит. И также дальше, в принципе, весь механизм этого соединения работает в точно-точно таком же порядке. То есть мы ставим так, так, потом ставим колесо, ставим колесо, ставим опять блок, убираем, ставим опять колесо, берем шарнир, так, убираем все, выставляем шарнир, соединяем, дальше повели. Я сейчас покажу, как уже закончить полностью всю гусеницу, чтобы вы не задавались вопросами, если у вас возникнут они. То есть я думаю, здесь все понятно должно быть, по крайней мере. Я потом расскажу некоторые проблемы, с которыми я столкнулся, и решение некоторых из этих проблем. Так, здесь уже лишка я, тороплюсь немножечко. Так, неправильно, чуть ниже нужно, потому что... Так, убираем колесо, потому что если мы здесь ставим колесо, то оно, ну, нижнее, это боковое, оно будет нам мешать. Так, здесь все убираем. Ну, все, в принципе, уже соединение у нас доступно. Здесь убираем. Все, гусеница готова. Но, вы сами видите, что здесь что-то не так. Это не так, то, что когда механизм встанет, ну, то есть я сделаю, если вторую гусеницу, то опущу механизм, как бы гусеницы провиснут, в этом и есть проблема. Лично я решил эту проблему раздвижением механизма центрального, то есть растягиванием его. То есть, конечно, вы здесь можете поставить щиты. В данном случае можно и такие щиты поставить, можно и такие вот щиты поставить, как вам уж угодно. Плюс нужно будет строить какие-то укрепляющие механизмы, чтобы рельса гусеницы не вылетала, так сказать, из процесса. Плюс я бы еще добавлял, и, в принципе, вот, ну, я сейчас покажу тоже механизм, давайте покажу сразу его, свой трактор. Вот таким вот образом. Видите, у меня тоже проседают все гусеницы, но вот здесь вот, видите, тут не просто так все собрано. Здесь стоят поршни, точнее, если быть точнее, пистоны, да, пистоны. И просто при зажатии буквы H я раздвигаю, ну, то есть немножечко можно выровнять вот так вот. То есть шестеренки, понятно, что должны встать в нужную форму. Вот, теперь они встали. То есть немножечко не хватает щитов. Блин, выглядит, конечно, сурово. В данном случае, ну, видите, у меня есть недоработки, то есть где-то не хватает щитов. Это все фигня. На самом деле здесь мне именно хотелось создать рабочий, хотя бы чуть-чуть рабочий механизм. Когда я отпускаю, как видите, все обратно раскладывается, ну, все, то есть работает. Я пока что не придумал, как бы в автоматическом режиме оно постоянно держалось так вот. То есть я не спрашиваю у вас, как это сделать. Если вы знаете точно, то есть просто вот скажите и все, а не там не пишите ерунду, типа ты там какой-нибудь тупой, что это адекватно, вот и так понятно. Может быть это понятно, может быть я и тупой, но я пока что не сообразил. Сейчас я показываю именно гусеницы. Если, ребята, вы здесь это напишите, я, кстати, вас забаню. Мне уже это надоело слушать. Движение, как видите, есть и проблемы, с которыми я столкнулся. Если мы вот здесь вот, если мы вот здесь вот ставим колесо, к примеру, вот такое вот колесо. Вот такое вот колесо, вот с такими вот штучками. Это все круто, оно тоже дает движение, оно спокойно крутит. Давайте вот, я сейчас это и покажу все. Оно спокойно крутит все гусеницы, но есть проблема, что они разваливаются очень быстро. Я не знаю, по какой причине это происходит, честно. Но если предположить, то у меня предположение одно, что вот эти вот шипы, которые вот здесь торчат, это же все-таки физическая игра, да? И вот эти шипы, которые там торчат, они просто раздалбливают всю шасси просто в какашку, так сказать. Так, здесь вот такие закрепляющие моменты поставим. Посмотрим, что сейчас получится. Это просто я вот наобум делаю. Ну, выглядит болит, конечно. Вот, видите, сразу прорвалось, конечно, но я заехал, видите, потому что, ну, ведущих колес очень много соединяется, но гусеница всегда рвется. Я не смог как-то придумать так, чтобы гусеница не рвала. Вот, все, сразу моментально обрыв происходит просто вот. А-а-а, заехали, еще заехали, о-о-о, аж чуть ли не на козла встали. Ну, вы видите, это все круто выглядит, это все просто шикарно. Я, я, может быть, из-за этих что-то надо попробовать. Вдруг все было очень просто и... Прям шикарно, нет. Вот, как я не пытался, именно эти колеса разваливают мне гусеницы. Есть вариант тому, что, как сказать, когда шестеренки ставятся, почему-то нормально работает. Когда ставишь вот эти обычные колеса, вот эти вот, вот, у них нет вот этих зубчиков, и они нормально не разваливают. Возможно, знаете, есть еще, конечно, вариант того, что, к примеру, скорость убавит скорость колес. То есть они слишком быстро крутятся и тем самым, ну, ломают тоже. Есть такой вариант, надо будет все эти вот моменты проэкспериментировать. Я постараюсь побольше сделать механизм, может быть, если что-то мне понравится, интересно, я постараюсь именно в этом аспекте поработать. Эх, ну, понятно, эта машина и так поедет, она без проблем, но гусеницы... Мне очень понравилась эта идея, мне очень понравилась идея гусеницы, я прям вот... Я респектую, я этого человека не знаю, кто вообще изначально это придумал, потому что, ну, понятно, сейчас может кто угодно себе говорить, что это я придумал там или не я придумал. Ну, человек реально гений, я не знаю, каким способом ему это пришло в голову, но вот... К сожалению, сам процесс игры, именно, то есть в простом варианте этого не получится сделать гусеницы, но все же. Также можно, когда будет сбалансировано, так сказать, движение, можно будет и пушки, и каким-нибудь механизм построить, и катапульту прямо внутри построить, и что угодно, в принципе, сделать. Кстати, если, давайте, вот, есть же у нас карта такая, где нужно... Нужно, нужно, вот, нужно очень много людей убить. Это же, на самом деле, очень интересно может выглядеть, да? Танк вмещается в... Так сказать, в весь... Ну, в пропорции... Вмещается... Умещается, это хорошо. Так, давайте вот здесь, к примеру, поставим... Попробуем, попробуем пройти эту миссию. Ну, не то, что пройти, а уж, как бы, посмотреть, как он будет крошить. Так. Так как я точно знаю, что вот здесь мне будет проблематично, потому что... Ну, по мне начнут стрелять. Я здесь сейчас поставлю очень побольше щитов всяческих. Так. Нет, вот здесь, наверное, нужно убрать, потому что, мне кажется, будут задевать. Другой вопрос, что я... Да нет, кстати, я даже представляю, как я поворачивать этого монстра смогу, потому что есть у меня уже механизм подсказанный мне, кстати, поворотного колеса, то есть, можно, к примеру, сделать, чтобы вот эти два колеса были ведущими, вот эти два колеса, к примеру, да, а вот эти два колеса поворотными, то есть, одно влево крутится, в другую, ну, в одну сторону крутится, в другую сторону крутится, и при этом поворачивать можно, то есть, ну, допустим, влево жмем, это колесо крутится сюда, а то в обратную сторону, И тем самым, как именно танк на гусеницах будет разворачиваться Вперед мы будем нажимать Будут действовать именно эти колеса Назад тоже именно эти И тем самым, может быть, получится крутить их Единственное, что здесь нужно будет какие-нибудь такие механизмы делать Как вот здесь впереди я поставил Это тоже скопировано Очень много скопировано на самом деле Я очень мало здесь сам придумал Только вот не копировал я способ движения пока что Ну то есть, именно гусеницы скопированы И вот, чтобы держать гусеницы, чтобы они вовнутрь не впадали Вот я поставил просто здесь такие блоки и все Так, ну что ж, попробуем просто покрошить там всех вперед Ну вот я сразу вижу, что Ну конечно, тут без Ох, ох, как это все выглядит так круто Видите, колеса, ой, не колеса, а гусеницы просто Слезли с колеса И тем самым, собственно говоря, в этом и была проблема Хм Вот в данной постройке я не знаю, честно говоря, как это сделать Вот, чтобы оно не вылетало Единственное, у меня есть вариант Это вот, к примеру, вот здесь вот так вот сделать Вот так вот И, ну, к примеру Просто здесь так же вот эти вот Поставить блоки Вот так, вот так вот Ммм, господи Все, начал сбиваться с ритма К примеру, так Здесь можно поставить, ну, я не знаю Что угодно, какой-нибудь Те же самые пилы Как нефиг делать Можно поставить здесь щиты наставить То есть защитить этот Уже страшный, конечно, механизм становится Так, здесь тоже надо немножко защититься Ну все, как видите, гусеница уже не выпадает Это уже отлично То есть, единственное, она разваливается просто Вот это вот Вот это техника Это я понимаю Господи Ну вот, не выдержала Одна гусеница Не знаю, по какой стиве она не выдерживает Ну и то я в любом случае, конечно, выиграл Нет, я хочу пройти эту миссию Очень, конечно, классную Прямо мне Вот эта именно тема танка Очень понравилась То есть, смотрите, мне пробили чем-то Хм Почему-то я не пойму Почему разваливается Вот Я же вообще чуть-чуть только нажал Вот Вот это Вот это техника Да, вот это механизм Не зря эту игру называют Инженерный симулятор В ней Реально можно какие-то механизмы делать Такие там Уже столько Очень много механизмов Есть Можно найти, посмотреть Они очень впечатляют И вот Один из них Это вот Как вариант Так сказать Вот этого приспособления Я еще поработаю Обязательно поработаю Промодернизирую Я хочу сделать так Чтоб гусеницы не рвались По крайней мере Как можно дольше Есть у меня варианты Как это сделать Так же есть варианты Сделать Трех Ну Три шасси Как бы Треугольником То есть будет То есть одно колесо здесь Одно колесо здесь Одно здесь То есть это так же будет Она Весь аппарат Будет Раздвигаться И К примеру Верхние Верхние Колеса Они просто будут Ведущими То есть Шестеренки будут Постоянно Крутиться Верхняя часть И Тем самым Цепляя гусеницу Она будет В натяжении И А Передние и задние Они к примеру Будут обычными колесами Ну как вариант Даже поворотный Поворотный момент Можно придумать Какой-нибудь отдельный В том плане Что К примеру Какие-нибудь колеса Будут опускаться На каком-нибудь механизме Я уже Примерно Это все представляю И Просто поворачивать аппарат К примеру То есть вот Вот так вот колеса Будут стоять Опускаться Вниз Это вполне Можно сделать То есть Размеры танка Просто увеличатся Ну не знаю Танка Трактора Как это назвать Я не знаю Ну если вот смотрите Если К примеру Кстати нормально Я смотрю И вполне Тоже так же И нормально Едет Получилось Как такое С первой мировой войны Как же танк Французский назывался Гусеница у него Прям вот нормально Эх Жалко Рвутся конечно Но Я уверен что Рвутся И ломаются Только вот Из-за этих Вот Отлично Отлично Мне нравится Прямо такая картина Шикарная картина Вот давайте Вот такую картину Мы снимем И Поверженный танк Такой На этом я Наверное и закончу Надеюсь Вам понравится То что я вам показал Надеюсь Вы поставите Побольше лайков Потому что Блин Респект Вот этой игре Что она вот так Вот начинает развиваться Я надеюсь Что в дальнейшем Они будут добавлять Модернизацию С каждым блоком То есть Работу с каждым блоком Больше проводить То есть Перенастройку Каждого блока Можно будет делать Более Сложные механизмы К примеру Шестеренок И тому подобное То есть Это очень бы Интересно И хотелось бы К примеру Даже Натяжение веревок И Ну Отпускание Ну то есть Много Всяческих Интересных моментов Которых Хотелось бы Увидеть в этой игре С вас подписка Если вы впервые Лайк Если вам понравилось Илья Вас впечатлил Ну или вообще просто Лайк ставьте Тоже Как бы Не жалейте С вами был Днильфгорн Всем всего хорошего Пока Пока